Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный. Здравия желаю. В эфире Минск чрезвычайный в студии Анастасия Гарба. Статистика в лицах и цифрах. Минск чрезвычайный. Оперативная информация за неделю. Традиционно цифры статистики. В этом году в столице на пожары, загорание и ликвидацию других ЧС спасатели совершили уже более 3200 выездов. На пожарах пострадали 36 граждан. Более 600 человек работникам МЧС удалось спасти и эвакуировать из опасных зон. За это время на пожарах погибли 13 человек. К сожалению, в минувший четверг от полученных ожогов на пожаре 14 декабря в квартире по улице Одинцова в больнице скончался 60-летний мужчина. Прямо сейчас подробности происшествий минувшей недели. Минск чрезвычайный. Во вторник вечером на улице Ташкентской на ходу загорелся 13-летний Опель. Водитель почувствовала запах дыма, остановилась и вышла из машины. Позвонила в МЧС, затем пыталась сбить пламя, используя огнетушитель. Но локализовать возгорание самостоятельно ей не удалось. Спасатели прибыли оперативно. Однако, несмотря на все усилия, авто сгорело практически полностью. К счастью, никто не пострадал. Вероятнее всего причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В четверг днем спасатели пришли на выручку трехлетней девочки. Инцидент случился на улице Батчила. Во время игры нога ребенка застряла между секциями чугунной батареи. Семья пыталась всячески помочь девочке, но их попытки оказались тщетны. Усложнило ситуацию то, что температура батареи была более 50 градусов. И пока спасатели находились в пути, девочка могла получить ожог. Оперативно прибывшие работники МЧС с помощью специального инструмента, не повредив радиатора, осторожно освободили ногу малышки. Девочку доставили в больницу, но после осмотра врачи отпустили ее домой. Уважаемые родители, постоянно разговаривайте с детьми на тему безопасности и рассказывайте им об опасностях, которые таят себе привычные нам вещи. Минск чрезвычайный. Пятницу утром от соседей поступило сообщение о дыме из квартиры на девятом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Кальварийской. Прибывшие работники МЧС обнаружили тление обшивки дивана в жилой комнате, а из квартиры в бессознательном состоянии спасли 84-летнюю хозяйку. С отравлением продуктами горения она была доставлена в больницу. Причина пожара устанавливается. Предполагается неосторожное обращение с огнем хозяйкой квартиры. Известно, что женщина страдает психическим расстройством. В результате пожара поврежден диван, закопчена квартира. В этот же день, но чуть позже, в дежурную службу МЧС поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием трамвая и легкового автомобиля на Логойском тракте. Работниками МЧС был спасен водитель легкового автомобиля, который госпитализирован. На момент ДТП в трамвае находились 11 пассажиров. Никто из них не пострадал. Минск чрезвычайный. Дорогие радиослушатели, сегодня весь католический мир отмечает праздник Рождества. И считанные дни остаются до Нового года, одного из самых долгожданных и горячо всеми нами любимых праздников. Новогодние и рождественские праздники – это всегда особое волшебное настроение не только у детей, но и у взрослых. Но даже во время праздничного веселья не стоит забывать о безопасности. Именно поэтому работники МЧС проводят по всей стране акцию «Безопасный Новый год». Чтобы долгожданное торжество не обернулось трагедией, нужно знать и помнить простые рекомендации от спасателей. В первую очередь забудьте о пиротехнических изделиях из-под полы. Покупайте их только в специализированных магазинах. Не соглашайтесь на более выгодные предложения. Травмы глаз и рук в случае возникновения нештатной ситуации могут обойтись дороже. Обязательно обратите внимание на срок годности пиротехнических изделий. Инструкция по применению должна быть на русском или белорусском языке. Обратите внимание на целостность заводской упаковки. Повреждений на ней быть не должно. Купив пиротехнику, храните ее в сухом помещении. Не держите возле батареи отопления. Например, балкон или кухня в качестве склада совсем не подходит. Изделие либо циреет и в лучшем случае не сработает, а в худшем выстрелит с задержкой в самый неподходящий момент. Или наоборот, постепенно нагреваясь, сработает самопроизвольно. Самый ответственный момент – пиротехника в действии. Не надейтесь на свои знания из прошлого. Прежде чем запускать, обязательно прочитайте инструкцию и следуйте ей. У каждого изделия свои особенности, поэтому будьте внимательны. Помните, для дома максимум бенгальские огни. Остальной пиротехнике место на улице. Эффектно салютовать с балкона тоже не стоит. Для запуска нужна открытая площадка, свободная от строений деревьев, легковоспламеняющихся предметов. Важно это делать в безветренную погоду и на расстоянии 30 метров и более от линии электропередач. Зрителям нужно отойти на расстояние, указанное в инструкции, а поджигать фитиль следует на расстоянии вытянутой руки. При этом направлять салют в сторону людей не стоит. Если же пиротехника не сработала, не нужно поджигать ее снова. Не наклоняйтесь над ней, чтобы выяснить, что случилось. Использование огненных фейерверков и петард в общественных местах расценивается как мелкое хулиганство, за которое предусмотрен штраф от 2 до 30 базовых величин. Если речь идет о несовершеннолетних, то наказать могут родителей. В этом случае предусмотрен штраф до 20 базовых величин. И еще один совет. Чтобы случайная петарда или ракета не залетела в гости, уходя из дома, закрывайте форточки и балконные рамы. А заодно не забывайте выключать электроприборы. Чтобы грядущие праздники прошли без последствий, соблюдайте эти несложные правила. Будьте внимательны и осторожны. В случае чрезвычайной ситуации звоните по телефону 101 или 112. На сегодня это все. Я с вами прощаюсь. С наступающим всех Новым годом! Безвыходных ситуаций не бывает. Бывают ситуации, выхода из которых мы не оставляем сами. Минск чрезвычайный!